В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко главным. Эпидемиологическая катастрофа или обычные бытовые отходы. В соцсетях Дагестана поднялся настоящий переполох после любительского видео на Аварском Кайсу. Чем больше, тем лучше. Дагестан стал лидером по производству баранины среди регионов России. 11 голов в 13 турах. Воспитанник дагестанской футбольной школы Гамит Агаларов возглавляет гонку бомбардиров в российской фигуре. В соцсетях Дагестана поднялся настоящий переполох после любительского видео, которое выложил житель села Чалдагер, Гебельского района, а мусори в реке Аварское Кайсу. Мешки от Аклинского гейса, шприцы, лекарства, все в воде, сотними пачками, все побережье. В реке нашли более 10 мешков использованных одноразовых шприцов и систем для внутривенных инъекций. Отмечается, что эти отходы, возможно, могут привести к массовому заражению населения. Прокуратура в настоящее время проверяет информацию и выявляет причины загрязнения реки. Минздрав республики также проводит по факту служебное расследование. В Дагестане построят первую ветроэлектростанцию. Проект намерены реализовать в Новолагском районе. Мощность станции составит 12,5 мегаватт. Это позволит повысить качество энергоснабжения жителей, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления. Об этом сообщает Министерство энергетики республики. Электростанцию планируют запустить через два года. Ветропарк оценивает почти в полтора миллиарда рублей. Власти Дагестана планируют к 2030 году увеличить площадь виноградников до 30 тысяч гектар. Сейчас же плодоносящие виноградники в регионе занимают 25 тысяч гектар. Об этом говорили на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса республики. Благодаря принимаемым мерам в Дагестане обеспечивается ежегодное увеличение объемов производства винограда. В этом году валовый сбор ягоды ожидается на уровне 225 тысяч тонн. В республике планируют создать реестр виноградопригодных земель, которые могут быть использованы только под эту культуру и предоставлены дальнейшим потенциальным инвесторам. Это поможет обеспечить дальнейшее развитие отрасли и максимальное использование его потенциала. Дагестанский Урбейч в настоящее время набрал больше 2,5 тысяч голосов в онлайн-конкурсе «Вкусы России». До лидера еще далеко. Первое место сейчас занимает татарский виноградный напиток, который набрал почти 37 тысяч лайков. В народном голосовании представлено более 700 региональных брендов продуктов питания со всей страны. Конкурс продлится до 7 ноября, и свой голос может отдать каждый на сайте вкусыроссии.рф. Тройку победителей определят большинством голосов. Стоит отметить, что в прошлом году в этом конкурсе победила дагестанская баранина. Впрочем, дагестанская баранина по объемам производства по-прежнему в лидерах среди регионов России. Наши фермеры за прошлый год произвели более 31 тысячи тонн мяса. Это почти половина от общего объема, произведенной баранина в регионах Северного Кавказа. Конкуренцию Дагестану пытаются составить Республика Калмыкия. Там собрали более 25 тысяч тонн мяса. И Ставропольский край с показателями около 15 тысяч тонн. День единства в интернете. В связи с эпидемиологической ситуацией празднование Дня народного единства пройдет дистанционно. Миннадзе Дагестана представил список онлайн-акций на 4 ноября. В них может поучаствовать каждый желающий, используя простые хэштыги. Среди них флешмоб «Сила народа в единстве». Участники акции должны разместить в социальных сетях фотографии, иллюстрирующие обычаи, традиции и уклад своих народов. Также пресс-служба ведомства сообщает, что 4 ноября пройдет онлайн-викторина, победители которой получат ценные призы. Под уже третий год в Дербенте проходит стрит-арт-фестиваль «Стена». Мастера стрит-арта рисуют картины на стенах многоэтажных домов города. В фестивале принимают участие художники из России и зарубежья. Среди них представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и города Инджия, Сербия. Я художник рисую в стиле 3D, грубо говоря, то есть работаю с иллюзиями. Здесь я как бы рисую дагестанские паттерны, но как бы в своем видении. Такой немножко с распылом, как будто с заматым стеклом. Но вот все в рамках исламского искусства максимально. В том году я рисовал натюрморт на набережной дагестанской традиции чаепития. То есть, когда я первый раз приехал, меня немножко это поразило. Ну, интересно, люди встречаются, общаются все время за чаем. Здесь как-то это на другом уровне немножко. Меня это зацепило, я решил сделать об этом рисунок. Организаторы отмечают, что фестиваль набирает обороты и с каждым годом становится все интереснее. Он охватывает все еще больше территории города и растет количество участников. И в этом году еще пять стен города, пять стен многоэтажных и среднеэтажных домов обретут новый облик. Мы стараемся расширять и технику нанесения, и сюжеты, которые наносятся. У нас есть от традиционных сюжетов, например, приготовления хлеба, до таких сюрреалистических, как сюжет, который у нас находится за спиной, открывающий Дагестан. И о спорте. Еще один дагестанский боец на мировой арене ММА. Победитель отборочного турнира UFC Гаджи Амаргаджиев прилетел домой. В Махачкаринском аэропорту его встречали болельщики, друзья, родные, ну и наши корреспонденты. Слово Кариму Даниеву. Это пока самая важная победа в спортивной биографии Гаджи Амаргаджиева. Он получил заветную путевку в UFC. В главном бою турнира эффектным болевым приемом на ногу в первом же раунде он одолел соперника из Бразилии Ян Сисилву. Уже в аэропорту Махачкалы он поделился с нами впечатлениями от прошедшего боя. В этом бою решалось все. Попасть в UFC или нет. Если я не попал бы, то мне пришлось бы еще года два, где-то. Ну, год минимум потерял бы на этом, на то, чтобы обратно заслужить это. Биться в контендерсе UFC. К этому контракту боец шел уверенно. 12 побед и 0 в графе поражений. Свою подготовку к боям он проходит в махачкалинском клубе Universal Fighters. Вместе с ним тренируется его секундант Насрудин Насрудинов. Своего спарринг-партнера он выделяет высоким бойцовским IQ. У него очень хорошие тайминги. Он хорошо понимает бой. Даже вот на первый взгляд, может, смотришь и не чувствуешь это, но когда с ним работаешь, понимаешь, что он очень хорошо знает, когда нужно делать прием и когда его не делать. И за счет этого, я считаю, в этом бою тоже он победил, потому что он отлично поймал его на его атаке, перевел и вышел на болевой прием. Встретить спортсмена в аэропорт приехали родные, близкие, друзья и болельщики. В успехе своего бойца они нисколько не сомневались и в будущем предвещают ему успешную карьеру за океаном. Он поддержал, приехал и болел больше, чем за себя. Это самый близкий друг, больше даже, чем друг. И очень сильно болел. Я думаю, он в топах как минимум будет, потому что я знаю, как он хочет, какой он голодный. Когда человек голодный, мы сами понимаем. Когда лев голодный, как бывает. Очень приятно, что выиграл, очень сильно переживали. Можно сказать, вот поздное время и было, и под утро, можно сказать, почти бы и был. Почти все вот прямо в эфире смотрели, как положено, болели, переживали. И, альхамдулля, что оправдал наш надежды. Сейчас Гаджи планирует непродолжительный отдых, после чего с новыми силами приступит к подготовке к первому бою в рамках сильнейшей организации мира. Дальнейшие планы, это, конечно же, в первую очередь зайти в топы, потом уже целиться на пояс UFC, на сенсорные планы. Что сейчас планируешь делать? Максимум недельный отдых и обратно приступлю к тренировке. У меня травм, ничего нету. Я могу уже приступить к тренировкам. Поэтому, надеюсь, до конца года у меня получится дебютировать уже в UFC. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Каспийск. Воспитанник дагестанской футбольной школы Гамида Галара возглавляет список бомбардиров в российской премьер-лиге. На его счету уже 11 голов в 13 турах. Накануне свой очередной гол за Уфу спортсмен забил команде Ахмат из Грозного. Этот гол стал единственным и принес команде, в которой играет дагестанец, третью победу в чемпионате. Уфа в настоящий момент занимает 13 место в премьер-лиге, набрав всего 13 очков и находится в зоне стыковых матчей. Несмотря на высокую результативность нашего соотечественника, не включили в основной состав сборной России на предстоящие ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!